Перепутаю столь и столь. Ах, так хорошо! Макс, вас лесам не верят. Береги волосы! Всем привет! Как у вас, Ила? Как настроение? Вы уже готовы, чтобы отметить этот Новый Год? Потому что, как вы уже смотрели, мы готовы! Уже готовы как положено, потому что я знаю, что как ты отмечаешь Новый Год, так и проводишь этот год. Поэтому мы нарядились, и мы сегодня не красная девица, а блестящая девица! Это еще лучше, конечно! Конечно, это выше! Осталось очень мало до Нового Года, мы приготовили вот этот необычный выпуск. Да, нестандартный выпуск, как вы уже видели, столь нету. Потому что мы будем угадать Новый Годные Писни и Новый Годный Фильм. А еще мы будем посмеяться вместо Михаила Задарна. Мария еще его не смотрела, и я хочу, чтобы она познакомилась с ним. И тоже мы будем вспоминать наши смешные истории, которые случились нашим русским языком. Это будет просто бомба! Потому что раньше это мы не сделали! Да! Мы будем смотреть косяки за кадром! И самое главное, Мария, это провожать в 2022 году, который, несмотря на то, что он был тяжелый, немножко сложновато для некоторых, нам нужно и вот отметить, с самой хорошей и позитивной энергии, и с улыбкой, и хорошее настроение, не покинет больше нас. Ну, как вот эта песня, помните на карнавальной ночи? И улыбка, без сомнения, и хорошее настроение. Ну и что? Раз, два, три, поехали! Дорогие друзья, сегодня у нас праздничный день, потому что осталось очень-очень мало до Нового года. Конечно же, очень важно провести время с друзьями, с семьей, но, пожалуйста, не забудьте включить хорошую музыку. Сразу я думаю о песне на испанском. Feliz Navidad y prospero año y felicidad. И, конечно же, как я не могу думать о такую, на русском, конечно. А ну-ка, давай-ка, please, сойди, ходи. Нет, Дед Мороз. Поэтому давайте угадаем песню вместе с Сашей и Оливером. Может быть, там будет ваша любимая музыка или нет? Всем привет! Очень рады приветствовать вас на канале Давай Кай. Давай Кай. Как ваше настроение? Я жду вас на мой концерт сегодня. О, ты сегодня выступаешь? Ну да, ну да. Где? В Праге. Возьми меня, пожалуйста, с тобой в чемодан. Я думаю, ты со мной пойдешь. Ты меня приглашаешь? Да. Так, все, ребята. Это есть Олига, это есть Олига сегодня. Да, сегодня мы, кстати, собрались с вами для того, чтобы угадывать рождественские песни. Какая твоя любимая рождественская песня? Моя любимая рождественская песня это будет Let It Snow. А ты знаешь русские рождественские песни? Я знаю... Happy New Year это не очень. Как Happy New Year. Мису родилась, вёдбушка, в мису она росла, Папара. Тан-тан-тан-тан-тан. Давай поймем. Зимой и летом стройная, зеленая была. Я делаю. Майкл Бубли, Merry Christmas. Майкл Бубли Майкл Бубли Let it snow Сейчас, подожди Ладно, давайте еще послушаем Это Майкл Бубли It's Christmas Christmas once again Let it snow Оставь это, так я спокоюсь Happy New Year Можно? Мистол Это твои любимые аттесты Да, ну я не знаю его название Я слушаю их каждый год И каждый день Граждый год Christmas It's beginning to look a lot like Christmas Господи, ну Christmas же все-таки Я не запоминаю предложение Я запоминаю одно слово Все, я в расстройстве Я в расстройстве 5 o'clock 5 o'clock 5 o'clock Это я тебя путаю 5? Это на английском или на русском? Интересно На русском 5 минут 5 минут Я сказала 5 минут А я кнопку нажала Ладно, я отдаю тебе Я не жадная в отличие от тебя Я вам песенку свою Про 5 минут Эту песенку мою пускай поют 5 минут Это Людмила Курченко 5 минут Бой часов раздавца вскоре 5 минут 5 минут Поберитесь те, кто в ссоре Ты не видел фильм это? Посмотри на досуги Я просто не смотрю клипы Все, что я хотела для хреста Все, что я хотела для хреста Кто поет? Майрэ Кэрри Ты отдашь мне балл? 5 минут 5 минут угадайте песню по словам я уже знаю как бы не было зимы городах и селах никогда бы не знали мы этих дней веселых это из мультика простокваш хоть раз на корпоративе у тебя не майклом гублей там амстронгом а вот вот такими песнями надо брать народ понимаешь когда не знали мы этих дней веселых угадайте песню за одну секунду оливер пожалуйста в руки по-честному ольвер я нажала уже только хотел сказать и ты такой мне когда я хотел нажать в эту руку там было а то пьем марекаре вот она тоже поет эту песню какая песня играет в этой сцене иван васильевич меняет профессию этот фильм я не знаю название песни но я знаю мелодию вот нажала этот как ты все знаешь простите я не помню да конечно же как я могла не знать я знала но я не помню а я знаю чтобы и после не помню я не знаю да да не могу отчал на вагон санта клаус иском и я не поняла ты же смотришь да теперь я буду как видишь теперь вот мы в одной были ситуации я прекрасно знала фильм на русском и смотрела его каждый год и забыла песню у него сейчас это не фанкс нотра я знаю что и песня объясняет как он готов сегодня отдыхать но что он такой я не помню назвать давай мы вдвоем с тобой промазали но этот это очень это слишком слишком очень-очень это было слишком угадайте песню ну началось торганье троганье успокойся это на английском на английском языке да ты чего не понял white что-то там такое не на английском на русском это мультик какой мультик 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 как мультик как я сказал как она говорит мультик мультик а расскажи снегурочка где было нет дед мороз нет дед мороз это фильм я точно знаю это санта дэби линси лохан снимается я знаю это венгу а какой фильм я не знаю нашу работу это выгода в песне плохие девчонки милаш это крючок я буду тебя брать на крючок мы сегодня с удовольствием для вас делились энергией новогодним настроением надеюсь мы вас хотя бы чуть-чуточку зарядили я лично зарядилась я тоже я готов танцевать я теперь знаю что надо смотреть фильм аккуратно и все песни которые был свода какой-то вам больше понравилось пишите в комментариях я выберу и русский и английский потом white christmas 5 минут мне очень нравится дорогие подписчики я хочу пожелать вам этот новый год как можно больше позитива чтобы вы в каждом дне видели что-то хорошее несмотря на то что происходит и вообще все больше позитива улыбки настроения и любви я поддерживаю добавляю больше песни больше хорошей ну звука хороший mood вайба чтобы вы кайфовали кайфовали каждый день вспомнили что вы прекрасны вы хорошие вы муа Happy New Year Happy New Year С Новым годом С Новым годом Давай Салют Салют Feliz Navidad Feliz Navidad Моя уже еще горит кстати I wanna wish you a Merry Christmas 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 и не думай больше млёсток с нами надо смеяться на такими ошибки которые слушаются с нами потому что русский язык очень несложно мы еще пригласили ваши любимые юморист михаил ты уже смотрел на несколько выпуск я уже смотрела его шутка когда он смеялся на киса киса там девушка которая выкачала колосса с вкусов клубника коляска с вкусом коляска колеса к ней просто прикольно сделали типа в какой вкус и вы хотите от колеса она типа я не знаю а такого есть называйте вкусов клубника и возможно поэтому давайте сейчас не переключайте а просто отдыхайте с нами но обязательно возьмите бокал шампанское иностранцам очень трудно учить русский язык потому что наш язык выражать такие нюансы которые они просто не чувствуют американец он женился на русской девушке он задает ее вопросы самые простые они может понять ответов ее потому что она отвечает так как она чувствует а ему нужен ответ информационный он спрашивает хочешь чаю или нет она говорит да нет наверное но по сути женщины такие нет это значит да у нее перезагрузка матрицы идет потому что он воспитан двухполярным мышлением да или нет туда нет и наверно у нее зашкаливает очень трудно понять что мы хотим потому что то же самое например а что ты хочешь ты хочешь есть не знаю а например мужчина говорит пиццу хочешь они а что ты хочешь не но у меня есть два слова о котором ты недавно говорила колеса и коляска я когда вот наша изучать русский язык я шла по школу по улице я иду и смотрю какой красивые колеса мне так нравится а смотри как она ее держит а со мной был еще один человек мне говорит о чем ты говоришь что те же какая колеса я смотрю как смотри колеса так смотри где ребенка это не колеса а это коляска но представь человек носитого языка на русском смотри как она держит колеса красивые колеса я тоже хотел хочу непонятные иностранцы в итоге наши могут понять старинный анекдот времен дворянства российского профессор в мгу спрашивает филологии у студентов приведите пример вопроса чтобы ответ звучал как отказ и одновременно как согласие студентка а вот купить будете ахо ставьте это больше эмоции у них слов больше но нюансов нет вы не мне объясните что означает выражение руки не доходят воровская страна у всех ноги не доходят и согласны одновременно как это можно ответить так хорошо в другие стране я не знаю но в венесула можно стричать такие выражения особенно в девочке да да но мы уже будем знать как правильно отвечать на русское не доходит как я поняла это больше как типа человек уже пьянит и уже не может дойти или можно тоже как ману на кокодрилю нет а типа жадный человек который деньги руки не доходят до кармана пишите в комментариях я хочу понять и что это значит руки не доходят не доходят до кармана либо не доходят таком до бокали уже все пора я до сих пор перепутаю столь и стуль для меня они похожи и когда я говорю и мне надо сделать так столь потому что когда я учила столь стуль да и до сих пор если я хочу что давайте поставить туда 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 надо что надо если я это не делаю я могу говорить стуль а не столь столь и столь но да есть такой а где тарелка тарелка на столе не надо трогать не знаю почему но больше всего его заклинило это просто у него микроклимаксу начался в голове когда он проехал в маршрутке и увидел и увидел надпись я представляю что с ним было когда он вот в тот момент когда он видел написано было все зайцы тире козлы он мне говорит ну вы русские тупые как же зайцы могут быть козлами как как по ощущениям не по зоологии все сайсы может быть козлы как как неделю мы будем думать об этом мечта у меня 0 не получила с отсчет за счета нету с отсчетом не знаю нет уж нет но мы можем сидеть чазы здесь но пожалуйста пишите я безны ты потому что это Все сайты, может быть, кослее Все, я сдаюсь Не могу понять, что он хотел сказать У меня была очень смешная анекдота Недавно, это было буквально недавно Мне надо было ехать на такси Я позвонила Яндекс И он меня ждал уже внизу Я обычно не смотрю номера Вот сижу, и он мне говорит Эфросины полоской Когда ты сидела, да? Да, когда уже закрыла дверь И сижу, Эфросины полоской Я говорю, нет, я Кайла Эфросины полоской Нет, меня зовут Кайла А потом, я не знаю, что случилось Что я сказала себе, ладно, это не мой такси Вот, извините, я перепутала Это не мой такси Выходила Сохожу на приложение, смотрю на Яндекс Вроде это мой номер такси Это мой такси А почему у меня, говорит Эфросины полоской И еще раз захожу и думаю Слушайте, а может быть, вы реально Мой такси, тут написано ваше номер А он мне говорит Эфросины полоской Но я говорю Нет, я Кайла Нет, это адрес Куда вы уйдете Эфросины полоской Ай, господи, я думала Это имя, фамилия Человека, который заказал такси Он сделал вот такой огромный смех В этом моменте А потом мне говорит Ладно, пятницу вечера Все уже устали Лучше поехали Как и смешно, когда ты выучаешь Твой язык А вот мы общаемся сейчас с ошибками Все равно Но нам весело Я знаю, что нам весело Но анекдот есть много, конечно Но я только что вспомнила Что, Кайла Чист Ладно, я сурез Сурезно, это невозможно После этого Мне щеки валят С руководителем у меня была такая ситуация На русском языке есть два глагола Несовершенный вид Есть такой глагол Отправить, отправлять Я разговаривала через e-mail Писали с руководителем И он ждал файл Чтобы проверять А я писала Добрый день, я отправлю файл Посмотрите, пожалуйста С уважением к Мари Через 5 часов он звонит Мари, что это такое? Я уже жду 5 часов файл Мне надо проверять, что это Я вам написала Я отправлю Я отправила Так, говорила Я отправила 5 часов назад Господи, ты перепутал Если ты именно сейчас отправляешь Это надо говорить Я отправляю Не отправляю Это будущее Я жду, как дурачок Но может быть тоже Я отправила Уже отправила Да, уже отправила Интересно Очень богатый русский Очень богатый язык Я бы сказала И я гажут Ну, хоть есть ошибки Но мы понимаем друг друга И это самое главное Да, самое главное И тоже мне нравилось Как мы уже очень много лет живем Именно в СНГ Мы уже такие И на русском И на испанском Потому что как только я начала Учить русский язык Я чувствовала, что я Это не Мари Понимаешь? Я говорю У меня нервы Сменились? Да А сейчас я как На испанском И на русском Это Мари Это не другой человек Но раньше Это не Мари Гонсалес Это не Мари Гонсалес Мари Чайковки Чайковки Кайла Мы не двоем У нас есть еще друг Да Который находится Прямо рядом С Деда Мороза Потому что недавно Буквально недавно Нам отправили Очень крепкий И вкусный Подарок Из России Американский Бальсам Там есть Девятнадцать трав Девятнадцать Очень много Но все это Для успокоения Да И как раз То, чего нам нужно Перед Новым годом Чтобы успокаивать Стресс И тоже Немножко расслабиться Поэтому тебе, мой дорогой друг Спасибо за этот подарок Который мы с удовольствием Будем пробовать Но самое главное По пятьдесят Да Как в старых временах Такой как Бейлис Сладкий Вкусный Там мед есть Да О, у меня горит Обычно на новогоднем ноше Мы не только должны танцевать Слушать музыку А еще Посмотреть Хорошие Душевные фильмы Например Один дома Который все знают Карнавальная ночь Где Воспитают Наши коллектив Баба Яга Не берем Или, например Мородка Который смотрела Недавно Где наша Марфушенко Душенко Говорила Я не принцесса А королевка Поэтому, дорогие друзья Возьмите Оливье Бутылка шампанска Икра И посмотрите И угадайте Ваши любые Фильмы Или мультфильмы Которые вы смотрите Обычно На новогодние ночи Вместе Женя И Рафаэль Всем привет Меня зовут Женя Я Рафаэль Из Миннесуэли Вы уже все нарезали салаты Все приготовили К новому году Мы, как видите Мы уже готовы Мы уже готовы И как раз сегодня Мы будем угадывать Рождественские Новогодние фильмы Какие фильмы Русские Ты уже успел Здесь посмотреть Операция И С легким паром Брат Это не Не самый Не самый Новогодний Да, не новогодний Но смотрел на русском Макс Вайсель Сам не верит Тоже нормальный фильм Отличный фильм Да Какой тебе понравился Больше всего И всех этих Наверное с легким паром Любовь там начинается Всякие В этом ночь Знаю, что здесь Очень популярны Такие фильмы Но у нас там В Венесуэле Мы смотрим Больше американские Типа Один дома Гринч Подарок на Рождество Ты смотрела Когда-нибудь? Да Один дома Очень люблю Первые две части А Гринч Подарок на Рождество Слышала, конечно Но не смотрела Давайте угадайте с нами И поиграем вместе Все Чир Нельзя ставить бокал Когда ты уже тихнулся Да? Да Ой, я слушаю Точно Надо пить, да? Ты один дома Да? Ничего себе А это второй час? Да Вторая час Да Я его очень люблю Он класс Нормально Там Дональд Трамп есть Кто? Вторая час Да? Дональд Трамп Да Дональд Трамп Я один не сплю Дональд Трамп Дональд Трамп Дональд Трамп Блин Знакомый муртик Я не знаю Русский фильм точно, да? Ну не жил был пёс Рисовка не та Не 12 месяцев Там вроде тоже такого не было Ну ладно Давай попробуем 12 месяцев Да? Как называется Дональд Трамп Думаю, думаю Пробеду мою Точно Машенька Прикольно Я вообще не помнила, что там был волк Машеньку, да Брала кадры где вообще непонятно Просто дерево Ага, серьезно? Что-то со мультик В 50-е была просто вообще бомба Ну расцвет у Союзмультфильма Они столько классных мультиков наснимали Прикольно Посмотрю Обязательно, да Собака любит солнце? Да, я именно так это и прочитала Может это не солнце, а рождественская звезда? Бе, да Гринч Да? Я люблю тебя Ой, какая милая Люблю тебя Ну хорошо, Макс Край, похититель Рождествен Пошел отсюда Макс не вшу сразу Это в конце, когда он начал сердце чувствовать эмоции Это доктор Сьюз писали, это детские такие Как ты угадал? Потому что у него есть собака А он всегда слой Не любит Рождествен И все веселенькие Ничего-ничего, внученька Все будет по-хорошему Никогда он тебя не забудет Ну, я пойду По лесу похожу На березке до елочки погляжу Все ли там в порядке? Морозка? Нет Ну, я пойду По лесу похожу На березке до елочки погляжу Все ли там в порядке? Дед Мороз? Про Деда Мороз или как? Да Ну, там именно Дед Мороз В классическом его понимании Он персонаж достаточно недобрый То есть не праздничный Вот этот вот типа Санта, да? Дух зимы, который вообще замораживал Ты смотрела? Да Ничего себе Очень красивый Да Признаюсь честно Твой дом райский уголок То, что мне надо Правда? Давай отвечай Не поняли ничего Я просто дам Короче Может быть Не по диалогу Потому что не знаю Но ты с легким паром Нет? Потому что там типа откроют что-то Так типа Сключи там фон Нет? Ты знаешь, да? Да Давай Это отпуск по обмену Ну, короче, там играли Кэмерон Диос и Кейт Уинслет И они как бы на раздественский отпуск поменялись домами И как ты поняла, что это так? Ну, признаюсь честно Твой дом это райский уголок Признаюсь честно Твой дом райский уголок Что, молодец Правда? Спасибо А у тебя какой дом? Это фильм тоже не знаю Правда, немного больше твоего? Нет Нет, он хороший Они друг с другом не знакомы Они просто так Просто приколы Прикольно У героини Кейт Уинслет был очень прям шикарный дом Я тоже такой хочу Он маленький Он вроде как в Шотландии или в Британии Там такое все заснеженное Там такое все красивое Там камин Вот это все дерево Боже, это такой уют вообще А это в Рождество происходит? Почему? Да, в Рождество Ааа Не, ну честно Это кухня? Это что-то А что-то там стоит Это есть так? Человек А, человек Ты просто закрылась, чтобы не понять Да Хитрый Это что-то советское скорее Но я не уверена, кстати Что это ирония судьбы Это не ирония судьбы Ну, по кухне они похожи Да, не знаю Ну, по кухне Они у них у всех одинаковые были Так что ты особо не поймешь Новогодний фильм, да? Короче, давай это С легким паром Нет, тоже нет Не будет С легким паром, короче Да, вообще не будет Может и будет, но еще не здесь Операция Максваст Лисам не верит Лисам не верит Я не сказал лисам Ты сказал лисам Сказал лисам Лисам не верит Может, это Иван Васильевич меняет профессию? О, это я тоже смотрел По цвету Там тоже такая светлая кухня была И как раз он доставал из холодильника бутылку водки Ну, давай, да Это так Я говорю Они свои, к сожалению, нет Столичные Петь Отведай ты из моего кука Зачем это? Отведай Вы думаете, что я хочу вас сокровить? Ну, прикольный, да Я помню прикольный Я не смотрела А ты посмотри А выврала, не смотрела Не стыдно тебе В каком фильме главный герой просыпается в другом Другой семье, которая ему не принадлежит? Ты знаешь? Подожди Ладно Просыпается в другой семье Не знаю, блин Серьезно Ну, возможно, это фильм «Семьянин» С Николасом Кейджем Ничего себе Я фильмов-то не знаю Серьезно, не знаю Все это просто сон Может быть, я заснул под Рождество И вдруг увидел все это Но Но клянусь Это очень реально было Красивый фильм Если ты сейчас улетишь Это исчезнет навсегда Он, короче, бизнесмен такой весь из себя Одинокий Никак не занятый Он не хочет семью А потом ему что-то там под Рождество Тоже что-то случается Я не помню Я давно смотрела И по итогу он просыпается У него там жена Трое детей Входит в эту жизнь И начинает И понимает, что в принципе Именно этого ему, да И не хватало А вы смотрели Какой-нибудь из этих фильмов Который пока уже угадали? Или нет? Как я? Маски «Луна» Венецианская маска И «Луна» Это явно что-то Какое-то карнавал Карнавальная ночь Снизу звездочки Кажется маленькие Маленькие Но стоит только нам взять телескоп И посмотреть вооруженным глазом А мы уже видим две звездочки Три звездочки Четыре звездочки Лучше всего, конечно, пять звездочек Бабу-ягу со стороны брать не будем Воспитаем в своем коллективе Надо выпить за это Давай, Сань С алкоголизмом Мамочки, которые пашут как лошади Готовя еду, украшая дом И насясь по магазинам Это вообще выглядело как реклама, если честно Ну, да Так, это не русские Я не знаю Тут сложно, тут прям реально сложно У меня в голове вообще ничего нету Опилки Точно Лисам Ну, это что-то современное, явно Я не знаю, как по-русски Про любовь какой-то Типа, он британский больше Ну, типа, там три странно-временно происходит Это ли то, что? Это, наверное, реальная любовь, ты хочешь сказать Это то? Нет Там Хью Гранд, Керонайт Вот, да, да, да Интуиция Мой френд на Рождество Подарок на Рождество Я не знаю тоже Не знаю Вообще? Вообще не знаю Ну, по этим сценам не знаю Ни идея Мамочки, которые пашут как лошади, готовя еду, украшая дом и насясь по магазинам Аааааа, слышала Он очень плохой мамаший, vent Я чувствую себя белкой в колесе с ноября до Нового года. Что-то софильм вообще. Какая-то комедия, судя по всему. Даже не слышал. Я слышала, но только благодаря Катерин Хану. Но это не больно. Я еще не успела его посмотреть. Какой советский новогодний фильм пересняли в Голливуде? Какой теперь? Ты знаешь? Нет. Я знаю, это ирония судьбы или с легким паром. Совсем свежие. Вот прям максимально свежие. Придираемся каждый год. Сэм русский, большой фанат бани. Отвезите его на Мэйпл Драйв в 15. Будешь блевать машине, заплатишь еще и за очистком, понял? 9-1-1, что случилось? У меня в квартире какой-то голый психопат. Я не психопат. Он вооружен? А ну покажи пистолет. Смотри на мой пистолет. Я бы посмотрела только для того, чтобы знать, почему мне он не понравится. Оригинал очень классный. Обычно ремейки... Не очень. Не очень, да. Мы пошли в баню с легким паром. Я прихожу домой, а на моей такте спит посторонний мужчина. Какой персонаж тебе понравился больше всего? Ну, все персонажи классные, но, наверное, вот этот, как в его заводящий раз. Который главный? Да, который попал в другой город. Женя Лукашев. Женя, вот. Женя, самый любимый, да. Вы хотели так потеряться? Ух, тяжело. Нет, наверное, не хотели. Не знаю, наверное, нет. Спасибо, поздравляю с победой, да. Да, спасибо, спасибо. Это была честная, красивая борьба. Ну, да, да, да. Ну, как тебе понравилось? Нормально все было, да. Тяжелые вопросы половину фильма не смотрели никогда, но буду. Тебе, как минимум, отпуск по обмену и карнавальную ночь, вот, сто процентов. А вы смотрели, хорошо, да, да, да. А вы? Напишите, что вы смотрели, что вы советуете. Смотрели все или нет, как я? Вот, да. Какой ваш любимый новогодний фильм? Ну, что, ребята, надеемся, что у вас все было хорошо, что получили все подарки, которые, ну, написали Деду Морозу. И еще очень хотим вас поздравить с Новым Годом и очень надеемся, что в следующем году все будет хорошо, что все будет гораздо спокойнее, лучше, веселее, круче, чем в этом. Ну, да, с Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Все, для вас. Да. Спасибо, что были с нами. А тут почему так, Мария? А почему нет? Ну что, Мария, как ты провела вот этот вечер? Была просто необычно, бомбическая и... Потрясающе! Будет всегда в моем сердце. Это, получается, наш первый голубой давай-кай. Да, первый. На самом деле, очень весело провести это время с вами. Я очень рада, что в этом году нас стало больше. Амигос на канале, я очень рада, что вы поддерживаете канал, несмотря ни на что, несмотря на все трудности, которые мы пережили в этом году. Я очень рада, что вы каждый раз пишете такие теплые, хорошие комментарии. И самое главное, мы иссушаем вашу культуру с любовью, с удовольствием. И я хочу желать успеха в этом 23-го году. И что будет тяжело, не надо смотреть на это. Надо только повернуть и говорить, что... И идти туда. Все будет хорошо. Я сильная, мы сильны, и мы все можем. Верите в себе, уважайте себя, любите себя. И как только вы начнете это делать, вы можете полюбить все, которые находятся рядом. Как говорил Оливер, вы просто потрясающие, вы большинные, вы самые лучшие в этом мире. И думаю, что Дед Мороз и дух Рудистовод порадоваю вас. И с вашими мечтами очень скоро исполнится. Ну что, дорогие друзья, мы желаем вас с Новым Годом, и чтобы вы сегодня просто блестели, как никогда в своей жизни. Давай, гори, 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 гори. Нельзя, не сгори. Все, Мария, с Новым Годом тебе, дорогая. Береги волосы, береги волосы. Все, с Новым Годом, друзья. Любим вас. Спасибо, что вы были с нами на этом видео. Дай мне, я хочу гореть тоже. И подпишите, я еще не забыла, подпишите и поставьте лайк на этом видео тоже. И комментарии, конечно. Чао-чао. Увидимся. Оля, оля. Руки. Согревучие. Большая распродажа. Почему я хочу говорить? Руки. Согревучие. Я всегда хочу так говорить. Согревучие. Я не знаю почему. Поэтому мы выбрали смеяться. На. На. Ну, давай угадайте песню за одну секунду. Оливер, пожалуйста, давай руки по-честному. Оливер, по-честному. По-честному. А как это обидно? Вот так, Оливер. Ушень и с ошибками. Ошибками. Ошибками, да. С ошибками. Вот, да. Мы учим с ошибками, мы говорим с ошибками, мы живем с ошибками. Мы падаем тоже с ошибками. Нет, не я. Все. Не нравится ничего. Ничего не нравится. Быстренько ты подобрела. Так, камень. Так, четко. Она уже сразу. Нет, я хотела понюхать. Понюхать. Сейчас как-то капитаны смолят. Давай еще раз. Удаляйте. Удаляйте вот это. Раз, два, три, поехали! Во время такая петиция, да? Мои дорогие, вы знаете, что на нововодной ночи мы не должны только слушать музыку, ну, танцевать обязательно, но мы еще должны слушать, слушать. Почему у меня музыка в голове? Не музыка, смотреть, смотреть, смотреть. Музыка не твою, музыка уже прошла. Ты знаешь, что слово, слово вот это козли плохое есть? Козел. Козел, да. Вот это животное, нет? Нет. Да, оно говорит человек, обычный мужчина, да? Да, да, козел. А оно еще. Козел. Потому что я не знаю, насколько это плохое, обычно я говорю слово, а потом говорит, это очень плохо. Что-то такое. Мы на канале. Да, подожди. Да, мы на канале. Все. Все, еще. Давай. Мы на канале, давай, давай. Я уже спрятала. Это было смешно. Да. Ладно, давай, Мария, а то я могу торшать с весеной вечер. Всем привет. Привет. Мы с вами сегодня на канале. Давай, Кай. Нет. Да. 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 Что? Давайте угадаем. Раз, два, три. Мои главные вопросы. Я... Нет. 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 И сегодня мы снимаем рождественское видео. Песни. Ну, надо гадать. Подожди. Нет. Мария, мы забыли пожжек. Как это правильно? Пожжигать. Пожжигать. Или подминтать. но нам нужна подмента все равно подсик нет, как субскриптор по-русски подписчики мы сейчас будем проблены которые мы сейчас будем я всегда хотел когда маленький, так что я был один дома и начал такие лябушки строить а как будет на африканском с новым годом или с рождеством на африканском а у них же там английский осталось очень-очень мало до нового года но сразу я забыла ну-ка, давай-ка блистайся я уже забыла, как? уже пустое а у Марит еще есть уже не можешь? нет, я ничего не поела это опасно руки не доходят потом или ноги не доходят до дома или домой до дома до дома это опасно здесь такси Яндекс главное не перепутать адрес я не Фабрисус, а я Мари меня зовут Мари так, ребята, повторите еще раз сейчас с эмоциями больше это с эмоциями больше хотя бы немножко позитива я уверена, что есть и будет подожди, я забыла поздравляем всех с Новым Годом и Рождеством желаем, чтобы этот Новый Год почему я опять Новый Год говорю надеемся, что нам с вами было вам с нами я тут представила знаешь, кого с Мадагаскара эту бегемотиху которая так делает мото-мото мото-мото давай, Мари держи вместе вместе, вместе не гори гори, гори ясно, чтобы не погасло гори, гори не что-то не горит гори ясно, чтобы не погасло им холодно гори, гори ясно